Здравствуйте, уважаемые старшеклассники! Мы продолжаем цикл уроков по истории румын и всеобщая история. Сегодняшний урок был подготовлен преподавателем истории Мельник Натальи, преподавателем Кишиневского лицея Василий Лупу. Озвучиваю его я, преподаватель лицея Михаил Ломоносов Бахрин Джанета. Война кормит войну. Выражение принадлежит полковнику Альбрехту Валенштайну. Ребята, как вы понимаете эти слова? Суть этих слов заключается в том, что простые люди платят огромные налоги, рискуют жизнью и здоровьем, страдают и умирают. Любители же повоевать чужими руками зарабатывают миллионы и получают всевозможные привилегии и титулы на смертях этих людей. Тема сегодняшнего урока – 30-летняя война 1618 по 1648 годы. План сегодняшнего урока. Первое – причины войны. Во-вторых, мы рассмотрим с вами положение Германии в начале 17 века и политику Габсбургов. В-третьих, рассмотрим повод к войне. В-четвертых, рассмотрим основные периоды войны. Это чешский период, датский, шведский и франко-шведский. Потом мы посмотрим итоги Весвальского мира и последствия войны. Причины 30-летней войны. Со времен Карла V ведущая роль в Европе принадлежала австрийскому дому – династии Габсбургов. В начале 17 века испанская ветвь дома владела кроме Испании, также Португалией, Южными Нидерландами, государствами Южной Италии и помимо этих земель имела в своем распоряжении огромную испано-португальскую колониальную империю. Немецкая ветвь, австрийские Габсбурги закрепили за собой корону императора Священной Римской империи. Являлись королями Чехии, Венгрии, Хорватии. Вегемонию Габсбурга всячески стремились ослабить другие крупные европейские державы. Среди последних лидирующие позиции занимала Франция, являвшаяся самым крупным из национальных государств. Давайте рассмотрим карту накануне 30-летней войны. В Европе существовало несколько взрывоопасных регионов, где пересекались интересы враждующих сторон. Наибольшее количество противоречий накопилось Священной Римской империи, которая в дополнение к традиционной борьбе между императором и немецкими князьями была расколота по религиозному принципу. Империя в прямое отношение имела другой узел противоречий – Балтийское море. Протестантская Швеция, а также отчасти Дания, стремилась превратить его в свое внутреннее озеро и укрепиться на его южном побережье, в то время как католическая Польша активно сопротивляла шведско-датской экспансии. Прочие европейские страны выступали за свободу балтийской торговли. Третьим спорным регионом была раздробленная Италия, за которую сражались Франция с Испанией. У Испании были свои противники – Республика Соединенных Провинций, Голландия, которая отстояла свою независимость в войне 1568 по 1648 годы, и Англия, которая спаривала испанское господство на море и покушалась на колониальные владения Газбургов. Остановимся на причинах войны. Во-первых, это столкновение между католиками и протестантами в Германии, которые в итоге переросли в более масштабный конфликт в борьбу с гегемонией Газбургов. Вторая причина – стремление Франции оставить Газбургскую империю раздробленной, чтобы сохранить за собой право на часть ее территорий. Третья причина – борьба между Англией и Францией за морское господство. Война приобрела статус общеевропейской, так как в период с 1618 до 1648 год затронула в той или иной степени все европейские государства, кроме Швейцарии и Турции. Цели войны. Первое – недопущение господства империи Газбурга в Европе. Второе – территориальные претензии. И третья цель – ослабление влияния Папы Римского и католической церкви в Европе. Положение Германии в начале 17 века и политика Газбурга. Аксбургский религиозный мир 1555 года на время завершил открытое соперничество лютеран и католиков в Германии. По условиям мира немецкие князья могли выбирать религию лютеранства или католичества для своих княжеств по своему усмотрению, согласно принципу, чья страна – того и вера. Вместе с этим католическая церковь желала отвоевать потерянное влияние. Усилилась цензура инквизиции, укрепился орден иезуитов. Ватикан всячески подталкивал оставшихся правителей католиков к искоренению протестантизма своих владений. Газбурги были ярыми католиками. Но императорский статус обязывал их придерживаться принципам веротерпимости. Поэтому они уступили главное место в контрреформации баварским правителям. Росла религиозная напряженность. Для организованного отпора растущему давлению протестантские князья Южной и Западной Германии объединились в Евангелическую унию – Антигазбургская коалиция, созданную в 1608 году, в которую вошли Франция, Швеция, Дания, протестантские князья Германии, союзники Англии и Голландии. В ответ католики объединились в католическую лигу в 1609 году, в которую вошли австро-немецкие Газбурги и испанские Газбурги. Речь Посполитая, католические князья Германии. Оба союза немедленно были поддержаны иностранными государствами. Тридцатилетняя война продолжалась, ребята, с 1618 по 1648 годы. Основные противники, еще раз посмотрите, пожалуйста, представлены на нашем слайде, Евангелическая лига – Франция, Швеция, Англия, Дания, Саксония, Нидерланды. Католическая лига – Священная Римская империя, Австрия, Испания и Бавария. В 1617 году обе ветви династии Газбургов заключили тайное соглашение – договор Аньяты, который урегулировал существовавшие разногласия. Условия договора. Испании были обещаны земли в Ильзасе и Северной Италии, которые обеспечили бы связь по суше испанских Нидерландов с итальянскими владениями Газбургов. Взамен испанский король Филипп III отказался от притязаний на корону империи и согласился поддержать кандидатуру Фердинанда Штирийского. Правящий император Священной Римской империи, король Чехии Матвей, не имел прямых наследников и в 1617 году он принудил чешский сейм признать своим преемником своего племянника Фердинанда Штирийского – ярого католика и воспитанника иезуита. Поводом к войне явилась политика Газбурга в Чехии относительно протестантов, которых преследовали. В 1617 году королем Чехии стал сторонник Газбургов. Он издал указ о лишении протестантов должности и о криминальной ответственности всех, кто будет протестовать против данного указа. Характер войны. Сначала это носил религиозный характер, но затем этот конфликт перерос уже в конфликт за территорией. Чешский период войны – 1618-1625 год. 23 мая 1618 года оппозиционные дворяне во главе с графом Турном выбразили из окон чешской канцелярии в ров королевских наместников. Они протестовали против нападения на протестантские церкви, против Фердинанда Ставренника Газбургов и его приказов, которые нарушали законы о веротерпимости. После смерти императора Матвея королем богемии был выбран лидер евангелической унии Фредрих V. Чешское войско во главе с графом Турном и 20 тысяч солдат из евангелической унии под командованием МАС. После смерти императора Матвея королем богемии был выбран лидер евангелической унии Фредрих V. Чешское войско во главе с графом Турном и 20 тысяч солдат из евангелической унии под командованием Мансфельда в 1619 году поступил к Вене, однако встретил упорное сопротивление. Фординат Таро в 1619 году получил военную поддержку от Баварии и Саксонии. В 1620 году Испания прислала на помощь императору 25-тысячное войско под командованием Аброзию Спинолы. Под командованием генерала Тили армия католической лиги усмирила Верхнюю Австрию. В битве при Белой Коре чехи потерпели поражение. В стране начался террор, казни, имущество восставших было конфисковано. В результате Чехия осталась во власти Гаусбургов еще на 300 лет. Поражение вызвало распад Евангелической унии и потерю Фридрихом V всех его владений титула. Фридрих V был изгнан из Священной Римской империи. Первый период войны закончился убедительной победой Гаусбургов. Это послужило точком более тесному сплочению антигасбургской коалиции. И 10 июня 1624 года Франция и Голландия заключили Компьенский договор. К нему присоединились Англия, Швеция, Дания, Савоя и Венеция. Следующий период – это датский период с 1625 по 1629 годы. Крестьян IV, король Дании, лютеранин, опасаясь за свой суверенитет, получая финансовую помощь от Англии, Франции и Голландии, выступил во главе 20-тысячной армии солдат против Фернанда II. Для борьбы с ним Фердинанд II пригласил чешского дворянина Альберта фон Валенштайна. Армия Валенштайна стала грозной силой, и в разное время ее численность составляла от 30 тысяч до 100 тысяч солдат. Союзники Дании не смогли прийти на помощь. Во Франции и Англии шла гражданская война. Швеция воевала с Польшей, Нидерланды отбивались от испанцев, а Бранденбург и Саксония старались любой ценой сохранить хрупкий мир. Валенштайн нанес поражение при Дессау в 1626 году, а Тили разбил датчан в битве при Лютере в 1626 году. Армия Валенштайна оккупировала Мекленбург и Померанию, однако не имея флота, Валенштайн не мог захватить столицу Дании. Валенштайн организовал осаду Штральзунда, вольного крупного порта с военными верфями, но потерпел неудачу. Это привело к подписанию Меного договора в Любике в 1629 году. Дания отказалась от дальнейшего участия в делах Германии. Закончился второй период войны победой Гавсбургов. Следующий период – это шведский период – 1630-35 годы. Швеция была последним крупным государством, способным изменить расклад силы. Густав Тороль Адольф, король Швеции, стремился остановить католическую экспансию, а также установить свой контроль над Балтийским побережьем Северной Германии. Шведская армия имела на вооружении передовое стрелковое оружие и артиллерию. 4 июля 1630 года Густав Тороль Адольф, король Швеции, высадился на континенте в устье Удера. Фернанд II зависел от католической лиги, с тех пор, как распустил армию Валенштайна. В Брейтенфельде в 1631 году Густав Адольф нанес поражение католической лиги под командованием Тили. Через год они снова встретились и снова шведы победили. Причем генерал Тили погиб в 1632 году. Со смертью Тили Фердинанд II снова обратил внимание на Валенштайна. Валенштайн и Густав Адольф сошлись в ожесточенной битве при Люцине в 1632 году, где шведы с трудом победили. В 1634 году непобедимые до того шведы потерпели серьезное поражение в битве при Нертлингене в 1634 году. По подозрению в измене Валенштайн был отстранен от командования, был заиздан указ о конфискации всех его имений. 25 февраля в 1634 году Валенштайн был убит солдатами собственной охраны в замке Эгер. После этого князья и император начали переговоры, которые завершили шведский период войны. В 1635 году был заключен Пражский мир, по условиям которого, во-первых, объединение армии императора и армии германских государств в одну армию Священной Римской империи. Было запрещено образование коалиции между князьями, был легализован кальвинизм. Но этот мир так и не смог устроить Францию, так как разборки в результате становились сильнее. Франко-шведский период 1635-1648 годы. И черпав все дипломатические резервы, Франция вступила в войну сама. 21 мая 1635 года была объявлена война Испании. С ее вмешательством конфликт окончательно потерял религиозную окраску, так как французы были католиками. Франция вовлекла в конфликт своих союзников в Италии герцог Сосовойская и Венецианскую республику. Летом 1636 года саксонцы и другие государства, подписавшие Пражский мир, повернули свои войска против шведов. Вместе с имперскими силами они оттеснили шведского командующего баннера на север, однако были разбиты в битве у Витчтака. В 1638 году в Восточной Германии испанские войска под командованием баварского генерала Готфорда фун Геллина напали на превосходящие силы шведской армии. Избежав разгрома, шведы провели тяжелую зиму в Померании. В последний период войны протекал в условиях истощения обоих противоборствующих лагерей, вызванного колоссальным напряжением и перерасходом финансовых ресурсов. Преобладали в основном маневральные действия и небольшие сражения. 24 октября 1648 года был подписан Висфальский мир, по которому Франция получила южный Ильзас и лотеринские епискорства МЭЦ, Туль и Верде. Швеция, Западную Померанию и город Штетти. Голландия, а также Швейцария признавались независимыми государствами. Прекращены были религиозные споры в Германии, были предоставлены равные права протестантам и католикам. Была закреплена раздробленность Германии, за немецкими князьями признавалось право подписывать союзы между собой, подписывать союзы с другими государствами, вести самостоятельную внешнюю политику. Каковы были последствия войны? В Германии было сильное ощущение опустошения, разруха в городах, господствовал хаос. Количество населения уменьшилось с 21 миллиона до 13 миллионов человек. Третья часть населения вымерла от голода и эпидемий. Также можно было наблюдать серьезный упадок ремесел, торговли. Торговля практически прекратилась, сельское хозяйство было разорено. В конце подведем итоги. Бесвайский мир определил международный порядок в Центральной Европе на 100 лет. Он нанес значительный удар по австронемецким и испанским Гасбургам. Война закончилась победой протестантской Швеции и союзной с ней католической Франции. Испания потеряла надежду восстановить свое господство над Голландией. Наш урок подошел к концу. Я благодарю вас за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова